итак перед тем как отправиться на какие-то приключения всегда готовим снаряжение то есть у меня транспортный баул с например с групповой снарягой прочие рейдовый маленький рюкзачек на один-два дня и варбелт плюс уже вот готовлю распихиваю все первый эшелон формы давайте посмотрим что я беру с собой на небольшие короткие какие-то приключения до тимбилдинги апокалипсис аля еще какое мероприятие это пончо до стандартное это укрытие это от дождя защита причем всего снаряжения соответственно готовим универсальную одежду в которой я чуть ли не пару недель то есть три недели могу ходить не меняя ее то есть в этом плане подходит парка штаны и флисовое белье будет запасные носки сюда здесь сухпайок на где-то дня два на полтора сидушка вы какие-то боеприпасы да плюс универсальный мой несессор я показывал его то есть он дпм ски короче там со всей фигней также здесь будет находиться небольшой запас воды потому что сейчас идет разлив родники затоплены и фильтровать воду мне не очень хочется хотя если было бы тяжело я бы у меня там есть фильтр короче дальше его тут пригождается варбелт то есть большой запас нам воевать не надо у нас нету каких-то боев укреп районов и прочее да то есть мы налегке движемся смотрим будем с природой можно сказать что у меня варбелт то есть пистолет утилитарка с медициной веревочкой фонариком то есть такой фигнюшечкой запас сухпайка еды экстренной он даст мне плюс еще один день фляжка с водой и пару подсумков под всякую фига тень типа боеприпасы какие-то если они есть конечно то есть все равно там какая-то там дым шашка граната может быть еще что то то есть у вас есть то есть кладем вот кто-то может конечно избавиться от них чтобы не тащить лишний вес и положить в карман ну флаг руки чтобы посидеть у меня сидушка коврик я не беру потому что мы не планируем спать сейчас вот испытываю на рукавный планшет для переноски карты нормально какой-то мелочевки нормально и вот в этом походе будем стыковать его с gps ником взял power bank еще сюда потому что gps ник быстро сосет электричество вот такой вкратце набор вот ну и соответственно в руках он там меня уже лежит в чехле винтовка но потому что мы не совсем гулять идем да вот но опять же я говорю что большой боезапас я здесь не беру здесь не предполагается каких-то долгих боев отбитие укреп района зачистки города там да то есть это просто такой ну патрульная прогулка можем ее обозвать вот так так же и говорю если вы покидаете там свое жилище куда-то уходите вы не сможете нести все свои вещи и будете брать по минимуму в этом плане конечно рюкзачок придется заменить и взять чуток побольше ну вот такая такой расклад у меня и так быстро вкратце что лучше греет как чего одеваем несколько слоев первая одежда я сейчас выбираю call max это вот такая вот сеточка где она сеточка короче она нифига не греет короче она просто выпускает под влагу и все лучше и и работает только call max в дырочку вот он вот такой вообще дырявый дырявый то есть они по фактуре даже отличаются вы видите вот дырявая безрукавка короче на лето это футболка а дальше бой ступает вот флиз шерстяной свитер короче греет бомбически дышит еще бомбически потому что он весь дырявый но и сильно продувается то есть если его просто так носить примерзнешь немножко и сегодня короче столкнулся со следующей фигней до этого я брал мамутовскую вот такую вот винстопов скую фигню да она ветром непродуваемая внутри у нее вот такая выделка примерно такая же как call max но уж больно слишком тонкий материал но не совсем хорошо дышит и мне в нем стало очень холодно такого холода я не испытывал например в обычном теплом вот таком толстом флисе на нук самый толстый флиз считается без всяких накладок без его он дышит шикарно греет холодным игреет просто под мембраной также я не советую брать всякие вот такие замуты это типа soft shell и прочую дрянь где внутри флиз а снаружи какая-то термуха там что-то еще все это байда это не особо хорошо дышит и как результат ты сырой и когда идет холод соответственно ты быстро промерзаешь конечно в этом плане лучше всего пуховичок и от воды и от ветра и дышит принципе так это более-менее ничего вот я прям просто в них влюбился тонкие микро пуховики на осень весну не холодную зиму ну естественно летом у костра тоже я его периодически испытываю думаю думал весь прожгу но там нет держится то есть лучше брать вот такой вот флиз и без всяких накладок погонов налокотников там чисто просто флисик такой и так хотел показать одну тему короче было мне скучно и я решил купить себе брелок на ключи фонарик маленький выбрал вот такой за сто сорок восемь рублей открываем его характеристики светит он достаточно далеко реально метров 100 люмен тут конечно не 2000 поменьше и мощность не 7 ватт а до этого сделал себе подарок с первой новогодней премии брал несколько лет назад вот такой фонарик за 1300 рублей ультрафайр по моему я брал себе он не меняет фокус тоже от одной мизинчиковой батарейки и открываем его характеристики расстояние света 50 метров 100 люмен тоже алюминиевый сплав конструкция на мой взгляд даже хуже хотя может быть тут и фурнитура лучше но на стоимость вот этого можно купить вот таких вот штук 10 их во и каждый год их выкидывать и покупать новые и хватит вам их на 10 лет довольно кстати неплохой фонарик в качестве наключника вот я его держу как аварийный то есть я ключи беру себя с собой а тактический фонарик не всегда поэтому все познается в сравнении когда вы выбираете снаряжение не переплачиваете каждому свое ремонт топора в условиях офиса на меня александр невский смотрит и у него глаза на лоб полезли да когда топорище рассохлось и разваливается при попытке вбить что-то еще единственный вариант не убить с этим топором закрепить хоть как-то пойдемте покажу что мы сделали глаза боятся руки делаю 15 минут палатка поставлена тремя офицерами вырывала колья потому что глубоко не получалось сбить топор слетал ну вот теперь модернизировав топор будем ставить вторую длинную удава 7 окошек от обороны вашего дома дверь входная тоненькая гнется руками держится на пенке и вот таких вот саморезика юбиля которого гнулся вот и учить чем вы защищаете свой дом от проникновения пенкой монтажный молодцы пару ударов дверь вылетит